Привет, уважаемые геймеры! Сегодня мы с вами погрузимся в увлекательный мир стратегических игр на ПК. Если вы любите разрабатывать сложные тактики, командовать войсками и сражаться за победу, то вам обязательно понравится мой топ-10, который заставит ваши мозги работать на полную мощность. А пока можете тыкнуть на лайк и заглянуть в описании под видео, ведь там много интересных ссылочек. Танкокрэйси. Смесь симулятора и танкового шутера с видом сверху. Берите под контроль танк из числа последних разработок и отправляйтесь в череду миссий и сложных заданий, в которых вам предстоит разбираться с тяжелой техникой врага, устраивать хаос на просторах огромных карт, сражаться за мир и свободу и уничтожать робототехнику будущего. В вашем распоряжении будет танк, и именно его-то вам придется использовать в полной мере во время выполнения многочисленных заданий. Вам предстоит погрузиться в череду безумных миссий, выполнять сложные задания в тылу врага, прорываться на вражеские территории, используя боевую мощь вашего танка и сокрушать десятки, а то и сотни врагов. При этом попутно вы столкнетесь со множеством разнообразных врагов, среди которых и различные танки, робототехника, огромные исполины и стационарные орудия. Каждый враг по-своему уникален и с каждым вам придется сражаться по его правилам. То есть вы должны будете адаптироваться к обстановке, изучать и использовать себе во благо окружения, следить за происходящим и вычислять слабые места в броне противника, и даже снаряды подбирать такие, какие будут максимально эффективными. Тут не получится просто идти в лобовую атаку и побеждать, тут нужно продумывать все до мелочей. Ворно. Стратегический игровой проект, исполненный в стилистике РТС, где мы примем участие в холодной войне, стремительно перерастающую в третью мировую войну. Игра представляет собой некую вымышленную историю, происходящую в конце 20-го столетия, где в результате госпереворота был свергнут главный секретарь коммунистической партии, что повлекло за собой непредвиденные и неприятные последствия, перерастающие в третью мировую войну. Первым делом стоит отметить наличие как одиночного, так и мировой пользовательского режима, где в первом ты сумеешь отточить свои навыки, а во втором принять участие в сетевых схватках с множественными оппонентами, всеми силами борясь за победу своей стороны. Игра предлагает массу возможностей, интересных событий, богатый военный арсенал, который касается как вооружения, так и техники, а также непредсказуемых событий, где от твоих действий и принятых решений будет зависеть исход событий. Графическое исполнение приближено к реальности максимально, что позволит с головой погрузиться в эту пугающую атмосферу. Headquarters World 2 Это тактическая, пошаговая и стратегическая игра, действие которой разворачивается на фоне одной из главных операций Второй мировой войны. Речь идет о битве за Нормандию, а точнее о серии операций, которые проводились в ходе этой военной кампании. Речь идет не только о высадке на берег Антарктиды, но и о серии сложных, кровопролитных сражений, которые велись на разных фронтах. Игра позволяет вам взять на себя роль обеих сторон этих сражений и продемонстрировать свои тактические навыки. Для этого вам предстоит пройти три сюжетные кампании, состоящие из одних и тех же самых захватывающих и эпических сражений этой военной кампании. Сражения разделены на несколько миссий, а действия происходят на картах, воссозданных на основе реальных ландшафтов и локаций. Геймплей представляет собой тактические бои, причем все действия происходят в пошаговом режиме. Вам нужно строить, создавать войска и собирать боевые единицы для выполнения различных функций и миссий. Все подразделения можно модернизировать. Например, если повышать уровень ваших солдат, то благодаря этому они научатся более эффективно сражаться. Corsair Battle of the Caribbean Это захватывающая игра, сочетающая все приключения и стратегию, в которой вы можете воплотить свою мечту, быть пиратом и бороздить просторы открытого моря. Вы берете на себя роль капитана, который присягает на верность выбранной вами стране. Путь к славе и богатству включает в себя выполнение заданий, торговлю и сражения с врагами. Одной из главных достопримечательностей игры является Антильские острова, регион, изобиливающий экзотическими существами, спрятанными сокровищами и политическими интригами. Здесь вы столкнетесь с разными морскими державами французской, датской, испанской, британской и голландской, которые могут быть как вашими надежными союзниками, так и грозными соперниками. Но вам предстоит строить и модернизировать свой флот, состоящий из 17 суден, каждый из которых обладает своими сильными и слабыми сторонами. Кроме того, первостепенное значение имеет набор и обучение команды. Стратегическое размещение в соответствии с их умениями будет предлагать решающее значение для достижения победы. В игре также появится режим Компания. В этом режиме вас ждут различные испытания и сценарии, в котором вам придется испытать свои навыки и принимать решения. Кроме того, у вас есть возможность превратиться в капитана и использовать свои особые возможности, чтобы переломить ход боя. Tax Force Admiral – это военно-морской симулятор, который переносит игроков на Тихоокеанский театр Второй мировой войны. Игра погружает игроков в захватывающее путешествие через испытания и невзгоды командования авианосной ударной группой во время одного из самых знаковых конфликтов в современной истории. С точки зрения игрового процесса, игроки берут на себя командование различными американскими авианосными самолетами и кораблями, включая знаменитый USS Enterprise, когда они перемещаются по коварным водам Тихого океана и участвуют в напряженных сражениях против имперского флота Японии. В игре представлены реалистичные и детализированные модели кораблей и самолетов, позволяющие игрокам испытать острые ощущения от взлета и посадки на палубу авианосца, а также принять участие в боях с фражескими самолетами. Одной из ключевой механик игры является использование исторических тактик и стратегий, таких как плетение тача и зачистка истребителей, которые игроки должны использовать для достижения победы над своими грозными противниками. В игре также реализована надежная система миссий, от разведки и сопровождения до полномасштабных сражений за авианосец. По мере прохождения игры игроки будут сталкиваться с различными вражескими кораблями, включая эсминцы, крейсеры и линкоры, а также с вражескими самолетами, такими как истребители Zero и торпедоносцы. В этой игре также представлено разнообразное оружие, включая бомбы, торпеды и пулеметы, которые игроки могут использовать для уничтожения своих врагов. Действие игры происходит на Тихоокеанском театре Второй мировой войны, а локация включает Коралловое море и Атол Медуи и Филиппины. Игровой мир отличается богатой детализацией и захватывающей атмосферой, что позволяет игрокам ощутить жесткие условия войны на море и в воздухе. Stargate Timekeeper Это тактическая стратегическая игра в реальном времени во вселенной сериала «Звездные врата». Перед игроками стоит задача собрать уникальный отряд воинов и отправиться в путешествие в различные точки галактики через двери портала. Игроки помещаются во временную петлю, это означает, что каждую миссию можно проходить по-разному, используя окружающую среду и тактику. Сюжет поведет игрока через множество уникальных локаций, где ему предстоит сразиться со знаменитыми врагами из сериалов и фильмов. Геймплей довольно стандартен для игр такого типа. То есть вы должны управлять отрядом солдат, отдавая им приказы в реальном времени, а также адаптируясь и реагируя на все происходящее рядом. В общей сложности вам предстоит управлять небольшим количеством отрядов с различными навыками и специализациями, которые пригодятся при прохождении. Например, есть медики, механики, штурмовики и другие виды бойцов. Все они носят разное оружие и, соответственно, обладают собственными навыками, иногда даже несколькими. Все бойцы — это отдельные личности с именами, поэтому их проигрыш может быть важен для игрока. White Suns — стратегическая игра, которая перенесет вас в бескрайние пустоши постапокалипсиса. По сути, в результате конвекции плазмы внутри нашей звезды произошел убийственный по всей мощности выброс энергии с солнечного магнитного поля, который снес к чертям защитную оболочку нашей планеты и накормил все живое зашкаливающим уровнем радиации. Человечество, привыкшее выживать в любых условиях, спустилось глубоко под землю и обосновало там новый союз. И несмотря на то, что наша планета потихоньку начинает приходить в себя, находиться на поверхности все еще очень опасно. И это не только из-за радиации и пылящих лучей, а еще потому, что мир превратился в одну сплошную Сахару, кишащую мутантами и бандитами-головорезами, борющуюся за ресурсы, еду и воду. Вам предстоит взять на себя роль предводителя военно-научного союза, главной целью которого является возрождение земли и возвращение землян в прежней жизни. Вам будет необходимо бороться за ресурсы, развивать свою базу и создавать мощные военные силы, чтобы защищаться от противников и встать на путь восстановления этого разрушенного мира. С применением передовых технологий двойного значения вы сможете получить значительное преимущество перед конкурентами на поверхности. Но этот вызов представит для вас крайне сложное испытание. Начните свое путешествие по пустыне в White Sons и принесите свою новую надежду нашему измученному миру. Mars Tactics – стратегическая видеоигра со сражениями в пошаговом режиме, которая отправит игрока в мир далекого будущего. В нем человечество освоило красную планету Марс и в данный момент занимается добычей ценных для Земли ресурсов. Основным добычником является крупная макрофинансовая организация под названием Корпорация Меллана. Она наняла огромное количество рабочих, которые вынуждены действовать в невероятно трудных условиях и рисковать собственными жизнями ради того, чтобы владельцы компаний обогатились. В один момент группа лейбористов, работников, которые больше не хотят, чтобы их использовали как рабскую силу, поднимают восстание с применением оружия. Геймеру в рамках прохождения игры придется принять сложное решение, за какую сторону играть, чтобы привести ее к победе. Команда Меллана будет активно использовать свои финансы и современную технику, но восставшие хорошо вооружены индивидуально, более выносливы и имеют кучу припасов. Бои проходят на поле, разделенном на клетки, по которым можно двигать бойцов. Также на локациях присутствует большое количество искусственных и естественных укрытий, которые дадут дополнительное тактическое преимущество. Игроки могут активно пользоваться артиллерией и авиацией, которая способна выкурить врага даже из самых прочных укреплений. Солдатами руководят легендарные герои, способности которых можно прокачивать. Невердарк. Захватывающая стратегия, события которой переносит нас в полуразрушенный мир будущего. Из-за некой катастрофы человечество осталось без электричества и без десятков других жизненно необходимых вещей. Правительства стран пали, оставив свои народы наедине с ежедневно происходящими безумствами. В одночасье вспыхивает настоящая война за ресурсы и продовольствие, что окончательно лишает людей всяких надежд на нормальную жизнь. Игроку предстоит взять под свой контроль группу выживших людей и вступить в борьбу с другими фракциями. Сделайте все возможное, чтобы стать полноправым хозяином города, где все будет действовать исключительно по установленным вами законам. Расширяйте свое влияние, ищите новых бойцов и зарабатывайте ресурсы, постепенно захватывая одну улицу за другой. Вы должны восстановить порядок и подарить своим людям все утерянные блага. Графическая составляющая в игре сделана на крайне высоком уровне и идеально передает атмосферу постапокалипсиса, где каждый борется с каждым. Обдумайте свои действия, принимайте важные решения и постарайтесь вернуть городу былое величие, не забывая при этом следить за действиями вражеских фракций. Survive the Fall Ролевая игра, событие которой разворачивается в постаполитическом мире. Глобальный катаклизм положил конец цивилизации, какой мы и знали ее ранее. Спустя несколько долгих лет тьмы, климат на планете стабилизировался и остатки человечества вынуждены выживать в новых условиях. Собирайте материалы, совершайте вылазки и отбивайтесь от агрессивных группировок, чтобы поддержаться на день дольше. Ведь кто знает, какие трудности ожидают вас впереди. Игра предлагает обширный открытый мир с богатой историей, в которую интересно погружаться и узнавать новые факты об устройстве этой вселенной. Ищите единомышленников и формируйте общину, но будьте осторожны. Не все выжившие согласятся на ваши условия, а другие и вовсе попытаются совершить набег. Защищайте свою территорию и следите за развитием местных жителей, вкладывая очки в необходимые навыки. Спасибо, что провели свое свободное время вместе со мной. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые стратегические подборки. Удачи вам в стратегических играх и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok